Приветствую вас, и по вашему тексту можно сделать предположение, что твой вопрос вы адресовали не тем людям, не тем специалистам. Вполне вероятно, что вы хотели задать свой вопрос эзотерикам, если это так, то, пожалуйста, напишите тот же самый вопрос, только в раздел эзотерики, там вам ответят именно предсказывают будущее и погадают. Что касается психологии, то с ее точки зрения можно сказать, что между вами и вашим мужчиной, в котором вы сейчас проживаете, все может быть нормальным, и только при том условии, если будет понятно, почему он вас оскорбляет. То есть, если мужчина оскорбляет вас в результате своего какого-то личного внутреннего конфликта, то этот конфликт нужно помочь ему разрешить, предначально заявив о своих интересах. То есть, если вы скажете ему, что вот он вас оскорбляет, и что вы считаете подобное поведение неприемлемым, и что вы считаете, что так вести себя нельзя, что это вас снижает, это вас расстраивает, это вредит вам, и вы любите мужчину, все равно хотите быть с ним, но хотите, чтобы у него было все в порядке, хотите ему помочь, туда нужно обратиться ему к психологу, может быть даже на нашем ресурсе, дабы мы смогли ему помочь. Если же никакого решения в этом плане от мужчины не будет, или он не захочет обращаться к психологу, либо скажет, что проблем у него нет, тогда в таком случае вам рекомендуется от него уйти, по крайней мере, предложить посетить отдельно, потому что ничего хорошего из такого общения у вас не будет. Дело в том, что, проживая в подобных условиях, вы вредите не только себе, но и вредите своему ребенку, который наблюдает, как вас оскорбляет, наблюдает все эти ссоры, чувствует негативную энергию, и в силу своего детского восприятия, в силу своего детского эгоцентризма, можно полагать, что все это происходит из-за него. Если вы для ребенка своего такого не хотите, то тогда убедительная рекомендация к вам будет приглашать своему мужчине посетить отдельно, хотя бы потому, что вы чувствуете, что отношения заходят в тупик. Они действительно доходят в тупик, и это мужчина вас оскорбляет, потому что, ну, если он вас оскорбляет, значит, он не уважает вас, значит, он не уважает себя. А если он не уважает себя, то он не может подарить ни вам, ни вашему ребенку ласки, любви и тепла, то есть всего того, чего у вас сейчас на данный момент нет. Также нужно задать себе вопрос, ради чего вы с ним сейчас живете. Почему вы все это терпите, что вас доставляет это делать? Вполне вероятно, на ум придут некоторые желания и потребности, которые вы реализуете с помощью своего мужчины. И эти желания и потребности вам нужно удовлетворить самостоятельно с тем, чтобы не быть от него зависимым и не терпеть не только от него, но и от кого бы то ни было, такое отношение к себе, что обесценивает вас, как женщину, и очень сильно влияет на вашу самооценку, на ваше самолюбие и на вашу гордость. Пожалуй, на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Прежде чем закончить, еще мне бы хотелось добавить, что может быть то, что сейчас происходит, это следствие травмы, психотравмы от расставания с предыдущим мужчиной. То есть вы не до конца пустили отношения, которые у вас были с вашим первым молодым человеком, и теперь таким образом переживаете их вновь и вновь в форме отношений, не самых лучших отношений с другим молодым человеком. И если это так, то первое отношение к молодым человеку требуется завершить, отпустить все обиды, отпустить весь негатив, излечить опыт, стать свободной и независимой от обид и злости, если они есть, и устраивать отношения уже на качественно ином уровне, чтобы в них не было места оскорблению ни вас, ни вашего ребенка. И на меньшее, чем на ласку, любовь и заботу не соглашаться. Всего вам всего доброго и удачи!